Ставропольские поля Влаги в этом сезоне гораздо меньше Показатели растут за счет селекции и семеноводства, в том числе и элитного Важную роль играет и системное развитие мелиорации В Ставрополе подвели итоги работы противопожарной и аварийно-спасательной службы края в 2019 году На торжественной церемонии наградили профессионалов, показавших наивысшие показатели в службе Как подчеркнул начальник ПАС, в ведомстве сегодня есть чем гордиться К примеру, в сентябре заработала в полном объеме система вызова экстренных служб 112 С начала года операторы уже зафиксировали свыше миллиона обращений на этот номер Из хороших новостей для пожарных – повышение зарплаты на 20% Кисловодск занял второе место в рейтинге городов для активного отдыха зимой Такие данные приводит популярный российский сервис бронирования жилья ТОП составили на основе заявок туристов Самый солнечный город Ставрополье уступил пальму первенства только кемеровскому курорту Шерегеш Стоит отметить, проживание в Кисловодске обойдется примерно в 2,5 тысячи рублей в сутки А в туристической зоне Кузбасса цена за один день проживания равна 12 тысячам рублей Каток в центре Ставрополя будет работать без выходных Официально он откроется на площади Ленина 13 декабря Час катания обойдется горожанам от 150 до 200 рублей Дети до 14 лет могут посещать новое место отдыха бесплатно с 10 утра до 11 вечера А по пятницам после 22 часов предусмотрены вечерние программы Отметим, что дополнительно нужно будет арендовать коньки и защиту по 50 рублей за комплект Пятигорский боксер Давид Аванесян защитил звание чемпиона Европы Бой за титул в полусреднем весе проходил в Барселоне Российский спортсмен нокаутировал испанца Хосе Дель Рио в первом раунде Теперь в послужном списке спортсмена 26 побед, из них 14 с нокаутом До этого Давид отобрал титул чемпиона Европы у испанца Кермина Лихораги А после там же победил его в матче реванша Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова